Кроме официальных игр, на первую Соньку выходили еще куча пиратских высеров. В основном это были порты игр с других консолей или же с персонального компьютера, но особо преуспели наши пираты в портировании эротических квестов. Например, таких шедевров, как «Гарри Поттер и узница Аскабана» или «Рандеву с незнакомкой». Пресловутые порты, на удивление, хорошо работали и пользовались достаточно большим спросом. Посчитать точное количество пиратских игр на первую Соньку невозможно. В каждой стране издавались десятки подобных игр, а про всякие ультимативные сборники порнухи или музыкальных клипов я просто умолчу, их были сотни. Первая Сонька подарила пиратам практически неограниченный простор для заработка денег на всем подряд. Золотые были времена и для пиратов, и для геймеров. Игрой мастплей сегодняшнего выпуска будет второй драйвер. Конечно, и первый драйвер оставил неизгладимое впечатление в моем детстве. Это были самые хардкорные и интересные гонки, в которые я играл в 90-е годы. Шикарные тачки, драйвовый геймплей, одна из лучших гоночных игр. За исключением первого уровня в гараже, который дико бесил. Но вот именно второй водила довел до ума все начинания из первой части и превратился в настоящий игровой шедевр на первой Соньке. Я хорошо помню, что в ту пору меня очень бесило, что пользователи ПК вовсю хвастались третьей ГТАшкой и стебали Соньку за отсутствие этой игры. Ответить Сонька могла только игрой Драйвер 2. Не скажу, что ответ разносначный, до ГТАшки Драйверу было очень далеко. Но игра действительно является очень интересной и проработанной. Но также нельзя сказать, что второй драйвер был идеален. У него было достаточно много проблем, особенно с управлением коробкообразным героем вне автомобиля. Но на Соньке также и не было аналогов, чтобы сравнить, поэтому именно второй драйвер приобрел статус практически культовой игры на первую PlayStation. Сюжет в игре не главное. Мягко говоря, посредственная криминальная история сносно вписалась в атмосферу экшн-гонок. Хардкорные заезды в четырех городах заставят нас попотеть, прежде чем мы пройдем эту игру. В те далекие годы виртуальный Чикаго я знал наизусть. Помню, особенно меня радовала возможность найти в игре секретные тачки. По одной и в каждом городе. До сих пор в интернете бродят легенды, что секретных машин гораздо больше. Как ни крути, я второй вводила одна из тех редких игр, ради которой откапываешь пыльную Соньку. И, кстати, единственной экшн-гоночной игрой, которая меня заинтересовала наравне со вторым драйвером, была штука под феерическим названием World's Curious Polis Chases. Самая удивительная игра была основана на реалити-шоу американского телевидения. Да, ужасающие ментовские погони, стрельба, драйв и адреналин. Смогли создать интереснейший симбиоз в виде одной из самых запоминающихся игр на первую Соньку. И не просто игры, а игры с потрясающей графикой для старенькой приставки. Так что первый и второй драйвер и полицейские погони обязательно к ознакомлению. Недооцененной игрой сегодняшнего выпуска является лютый хардкорный экшен Апокалипсис. Между прочим, делали эту игру те же самые ребятки, что и игры серии Tony Hawk Broskater. Но если игрухи Broskater стали культовыми и приобрели бешеную славу и популярность на первой Соньке, то вот стрелялки на том же движке повезло меньше. Про неё, к сожалению, немногие знают. Однажды Брюс Вилли стал частью видеоигры. Но не игры по очередному фильму с его участием. Он просто продал свой образ и голос игре под названием Апокалипсис. И мне кажется, он сделал это не зря, ведь вышел вполне отличный шутер. Хотя нет, назвать эту игру шутером, конечно, можно, но больше бы ей подошло название Ураганная Мочилова. Если кто не знает, на Носоньку выходили идейные продолжатели серии Contra, которые типа переросли в полноценные 3D-шутеры. Ну как полноценные? Конечно, со старенькими пиксельными играми им не сравнится, но они были вполне себе играбельны. Но на мой взгляд, именно игра Апокалипсис развила до эталонности 3D-вариацию Contra. Если бы она называлась, скажем, Contra 3D, ее ждал бы просто бешеный, эпический и грандиозный успех. Больше всего мне понравилось то, что Апокалипсис вместил в себя эстетику и сеттинг пятого элемента. Судьи Дреда еще с десятка фильмов про мрачное техногенное будущее. И перемешав все компоненты, выдал что-то свое, слегка утрированное и местами пародийное. В этой игре, конечно, было и достаточно много проблем. Самое глобальное из них это постоянные прыжки камеры и смены ракурсов, к которым на первых уровнях тяжело было привыкнуть. В некоторых моментах это очень бесило. Также игре до эталонного 3D-шутера явно не хватает возможности игры в два игрока. Знаете, спустя многие годы я вновь прошел этот драйвовый агрессивный нон-стоп-экшен. И мнение о нем я не поменял. Это одна из лучших убивалок времени на первую PlayStation. И обязательно к ознакомлению. Ну, раз мы поговорили о хорошей игре с Брюсом Виллисом, пришло время поговорить и о плохой игре. Итак, встречайте, трэш-игра по фильму «Пятый элемент». Да-да-да, игры по фильмам прокляты. Слишком уж много говна изрыгнула игровая индустрия, делая игры по кинолицензиям. Я думаю, никто не был удивлен тому, что игра по фильму «Пятый элемент» должна была получиться плохой. Но реально никто не ожидал, что в итоге человечество обретет одну из самых убогих и сраных видеоигр в истории. В чем же проблема, скажете вы? А я отвечу, проблема во всем. Вообще во всем. Вся игра это одна сплошная проблема. Фильм был охрененен и, само собой, стоило ожидать, что меркантильные лапы продюсеров доберутся таки и до видеоигр. Ибо тема благодатная и прибыль ожидалась весьма ощутимая. Если на ПК игра вышла чуть-чуть получше, видно, что ей больше всего и занимались, то первой Соньке не повезло. К версии для консоли отнеслись просто наплевательски. Можно долго разглагольствовать о том, что игра местами не следует сюжету фильма. В ней сплошь и рядом полнейшая отсевятина и вакханалия идиотизма направо и налево. Но главная ее проблема – это неадекватное управление и скуднейшее наполнение. Нет, ну в начале игры нам нагло утверждают, что игра, мол, предлагает нам некое разнообразие. Аж двух персонажей на выбор – Корбана и Лилу. Но это разнообразие ничто иное, как ширма. Игра в корне не меняется, а управление в игре не выдерживает никакой критики. Оно словно эквивалент пытки. Некоторые уровни настолько выбешивают, что только чит-коды могут спасти от ритуального расчленения диска на мелкие кусочки. Когда я первый раз садился играть в пятый элемент, я всерьез рассчитывал, что будут гонки на летающих такси. И знаете что? Их не было. И это было разочарование года. Игра – это просто сборник унылых одинаковых коридоров. Враги не замечают игрока, если он стоит в упор. Мы дохнем каждые две минуты из-за косяков в управлении. Игра невероятно скучна, убога и местами до безобразия трудна. Ситуацию не спасает и видеовставки со сценами из одноименного фильма. Не знаю, играл ли сам Люк Бессон когда-нибудь в эту эпическую срань, но если играл, я уверен, он после этой игры явно болевал, не переставая три часа подряд. Для меня примером одной из действительно хороших игр по фильмам на Соньке был Блэйд. Мрачный кровавый экшен. Да, в нем были графические недостатки, но в целом игра удалась. А все потому, что она выходила не к премьере фильма, чтобы срубить бабла по-быстрому, а уже после. Чтобы, так сказать, закрепить успех фильма. Поэтому и времени на разработку было больше. И разработчики за почти два года успели сделать многое. Были бы эти два года у разработчиков пятого элемента, я уверен, что вышла бы отличная игра. Но создатели поспешили, обосрались и людей насмешили. На сегодня третий выпуск программы Сонька завершен. Не забывайте подписываться на канал и не пропускайте новых выпусков, где вы узнаете о лучших, недооцененных и худших играх на первую Sony PlayStation. До скорых встреч! Поскриптум Гонки по вселенной пятого элемента все же существуют. Да, на второй Sony выходила игра под названием New York Race, а версия на ПК издавалась в России под названием В погоне за пятым элементом. И была эта игра посвящена, как вы сами понимаете, футуристическим заездам в мире, созданным Люком Бессоном. Для поклонников фильма даже впихнули всем знакомых персонажей, локаций и узнаваемой летающей тачки. Не скажу, что это хорошие гонки и, мягко говоря, игра так себе, но поклонникам фильма стоит обратить на эту игру свое пристальное внимание.